приветствую всех любителей рукоделия с вами лариса и вы у меня в гостях на канале ларин фонарик сегодня у меня на канале очередной рукодельный микс приветствую всех любителей этого формата как обычно буду рассказывать обо всем понемногу будет немного оформления вышивки будут продвижения по процессам и будет будут покупки как обычно больше покупок чип работы ой ну давайте начнем да вы уже видите у себя перед экраном вот эту чудесную подушечку которая у меня получилось которую я оформила в которую я оформила сюжет хиппити гоппити от мил хил довольно старенькая такая винтажная разработка но сейчас они тоже нет нет этот наборчик на 1 2 3 стич появляется и вот в один из таких моментов когда он появился я его успела купить вышила почти сразу после покупки на вышивала заменила перфорированную бумагу на ткань это насколько я помню это скорее всего это скорее всего от бутинета да то есть скорее всего может быть даже и от юбиль хор моника но в общем 28 каунт такой винтажный розовый или как называется пыльная роза ну в общем такой немножечко при пыленный винтажный розовый цвет такой что-то между персиковым и розовым очень мне нравится мне даже кажется что он был поярче я его сама немножечко тонировала кофе но это было очень давно поэтому сейчас уже не могу с большой уверенностью это сказать все вышивала все остальное кроме замена основы вышивала по набору что-то я тут еще менялами кажется нет пуговку керамическая здесь был бантик такой керамический я его убрала как-то недавно вам рассказывала что он вообще там был не в тему то есть или же под ним не нужно было вышивать крестики да вот здесь ой бисер под ним потому что вот в том месте где показано на схеме должен быть пришит бантик в этом месте его невозможно было пришить потому что мешали вот эти вот пришитые бусинки под под ним да ну я вышла таким образом из как сказать из ситуации да из создавшейся ситуации я просто его убрала подумала что на вот такой текстильной вещички атласный бантик будет смотреться намного нежнее и приятнее подобрала по цвету вот такую атласную ленточку и пришила сделала бантик и пришила его мне кажется он здесь замечательно смотрится как-то мягче и ну я говорю приятнее оформила как я уже сказала вот такую текстильную подушечку для оформления использовала кружева очень вообще редко я использую именно такого типа кружева такое слишком какое-то как сказать мимимишное что ли какое-то такое уж слишком все получилось воздушно как-то все пушисто вот но я использовала кружева вот такого типа это кружева была в посылке которую мне прислал наташ наташ привет тебе есть подробное видео про распаковку этой посылки ну вот не помню именно это кружева видели ли вы в посылке потому что до кружева уже до подробного рассмотрения всех ленточек и кружев времени у меня в общем дело не дошло иначе было бы слишком длинное видео да но вот в этой в коробочке с кружевом я нашла вот такое кружево она уже присборенная да но он такое немножечко синтетическое наверное для какого-то белья используется возможно не знаю но я подумала что все равно эту подушечку я горячим утюгом гладить не буду потому что здесь и бисер и атласная вот это вот атласный бантик атласная ленточка кстати тоже нашла в пакете с наташными подарками вот и бантик это и в общем решила украсить вот этим кружевом подушечку ну и чтобы это смотрелось более пышно и симпатично я пришила это кружево в два ряда вот такое такая чудесная получилась у меня подушечка я еще не шила таких подобных подушечек но вижу что девчонки очень часто квадратные мелхиловские сюжеты оформляют именно в текстильные подушечки и как альтернатива жесткому такому пин кипу или же оформлению в рамку мне кажется довольно хороший вариант как я сшила я заднюю часть подушечки сделала шивной и через отверстие для набивания набила синтепончиком и после этого зашила почему именно так почему я не оставила отверстие для выворачивания в боковом шве я думаю тем кто когда-то шил и подушечки с рюшечками тот поймет почему то есть зашить потом аккуратно отверстие где еще между передней и задней стенкой на очки да еще и два ряда кружева не так-то легко чтобы это аккуратно получилось поэтому я выбрала вот такой вариант в принципе мне кажется тоже хороший хорошая альтернатива симпатичный такой подушка получилась прям такая вот мне кажется реально винтажная как и сам сюжет как и такие припыленные краски ниточек для вышивки такой неяркий бисер ну и вот мне кажется такое нежное кружево все вместе смотрится довольно симпатично я довольна результатом даже наверное больше более чем я все таки думала получится хуже это первый раз наверно когда получилось лучше чем я чем мне бы хотелось да чем я предполагала и планировала вот как вы знаете этого зайку я уже вышивала и в других цветах для оформления в косметичку сумочку и думаю что буду вышивать еще есть такого плана еще винтажные сюжеты ну их трудно найти сейчас продажи но есть и барашек и кошечка тоже вот такого типа да тоже там с какими-то интересными стежочками с интересным пришиванием бисера они у меня где-то есть сами схемки в запасах на тот случай если я не найду наборов когда-нибудь возможно вышью подбором вот но буду надеяться что они появятся возможно мил хилп все таки перевыпустят эти сюжеты потому что они очень очень милые если найду сейчас картинку то вставлю вам фотографию в уголке чтобы вы понимали о каких наборах идет речь вот еще раз полюбуйтесь моим кроликом хипти-хопти я его то зайца называют то кроликом не обижайтесь у меня четкого понимания кто же это зайца или кролик в голове тоже нет поэтому такая вот неразбериха да ткань на заднюю сторону подбирала подсвет да не так давно тоже вам в покупках показывал что купила вот такую винтажную ткань с такими нежными розочками вот если кому-то интересен производитель вот пожалуйста вот так называется бренд и возможно название коллекции для меня производитель неизвестный но вот я думаю что отлично подошла сюда этот конюшечка из всего что я подбирала это было более сам самая более подходящая да вот ну и второе оформление вышивки в данном случае в рамку это моя любимая обезьянка я говорила и показывала вам уже саму рамку в которую собираюсь оформлять этот сюжет наконец-то я это сделала наконец-то я оформила вот таким образом у меня здесь все оформилась рамка была готовая в ней был я купила на блошином рынке какой-то натюрморт он у меня ушел на я его перевернула да и на обратную натянула как бы он у меня служит фоном этот натюрморт только обратная его сторона светлая подложила под сам под саму вышивку чтобы было более светлые снизу светлая подкладка потому что сам вот этот вот прессованная не знаю как как он называется не фанера вот в общем прессованная такая из опилок штучка на которую я натягивала сам сюжет он был такой коричневого цвета и поэтому вот этот натюрморт на белом фоне обратная его сторона отлично здесь мне помогла вот такая вот у меня теперь обезьянка как как и планировал как и хотела мне кажется все отлично подходит и по цвету неплохо вот это вот зеленоватая рамочка подходит и вот это вот коричневая внешняя часть тоже неплохо под вот какие-то цвета на вышивке подходит мне кажется вот все срослось как будто бы эта рамочка была придумана для этой обезьянки именно квадратная как я хотела сюжет отлично в нее вписался боялась я что вот здесь вот мало расстояния останется между пчелочкой рамкой но нет тоже неплохо тоже довольно воздуха достаточно я считаю неплохо получилось висит уже у меня в коридоре это обезьянка на стене только для съемки вот ее сняла с ее уже насиженного места так дальше буду вам показывать что я вышивала за прошедший период пока у меня не было рукодельного микса с прошлого начиная я закончила вышивать вот этот сюжет кой понт кой понта вот такой вот пруд кои девочки мне написали что кои это вот это вот золотой карп или золотая рыбка до из это что-то из японской из японского языка да и сказали что карпы приносят вот эти золотые карпы приносят удачу и богатство вроде как но я в принципе не на примету начинала вышивать но если и что-то принесет подобное я буду только рада прошлый раз и в прошлом рукодельном миксе я вам показывала сюжет был еще без бисера но вот сейчас я вам показываю готовый сюжет но также готовый сюжет я уже показывала и вы могли видеть и процесс пришивание бисерой мои какие-то рассуждения в моем влоге ссылочку на влог я оставлю и также показывала уже этот сюжет готовую вышивку в своем отчете видео отчет за полгода до мои рукодельные на успехи за полгода и там вы уже тоже могли видеть ну а так как в рукодельном миксе готова работу еще не показывал решила вам еще разок и показать потому что буду сейчас более мелкие вышивки показывать можно немножко опустить вот замечательный сюжет впечатления просто восхитительные не к чему придраться единственное было мое расстройство что в ту рамочку в которой я планировала я купила рамочки 13 на 13 сантиметров но они оказались по итогу внутреннее окошко которое видно до 12 на 12 эта рыбка туда не поместилась вот жалко но ничего страшного куплю рамочки побольше 15 на 15 такие же как у милхил или же милхиловскую возможно куплю пока еще думаю цены кусучие буду в общем посмотрю если ничего более дешевого интересного не найду то придется купить или оригинальную или есть похожие но тоже не очень бюджетный вот но пока пускай полежит пока я наслаждаюсь вот таким результатом меня вполне устраивает и не оформленный сюжет просто то что он у меня есть уже греет душу вот дальше были процессы конечно за закончив один сюжет милхил я начинала начала два других да даже не один и следующий следующим следующим сюжетом которая начала стал вот такой винта фриц виндо фриц 1461 06 тоже винтажная разработка но перевыпуск сейчас делает милхил вот этих вот стареньких сюжетов они конечно отличаются во первых они не такие яркие как вот современные до разработки во вторых здесь намного больше бисера ну я так считаю вот в этом наборе по крайней мере вот смотрите вот здесь практически вот в средней части все крестики уже вышиты то есть вся остальная часть вот наставник да вот в дереве вот в этом вот кустике да все остальное это бисер то есть можете себе представить это и даже по набору видно он такой тяжеленький бисера довольно много тут и крупные тут и много аппетита и пуговка собачка тоже такая керамическая приятная вот вышивается но не сложно не сложно вышивается нормально немножко основа это конечно на ней вишевать чуть сложнее чем на белой например да но ничего я справляюсь в общем временами беру у меня вообще в общем так в прошедшее время было не так много времени на вышивку я как-то получилось что и работала и какие-то корпоратив на работе потом встреча с друзьями в цюрихе было на выходные дает неделю до этого был сын старший приезжал был у нас несколько дней тоже не хотелось больше как-то времени провести с детьми в это время больше общаться и в общем мало вышивала но я не расстраиваюсь лето в принципе как лето до следующий также сюжет на одном я не остановилась начала еще вот этот вот наборчик потингшет кто знает как переводится подскажите мне 14 2313 у меня он идет под кодом названием садовый сарайчик до или огородный сарайчик вот такой вот красный домик зеленой крышей я когда вышивала его извиняюсь что так помята не стала уже отклаживать так распялила просто и все вышиваю на маленьких пальцах поэтому пришлось распялись чтобы вам хоть как-то картинку всю показать все что вышло на данный момент зеленые крыши да мне почему-то когда вышивала и все время думала про книгу и про фильм н с усадьбы зеленые крыши как-то не знаю зеленый цвет не так часто наверно на крышах встречается может быть у нас только обычно это или темный какой-то или коричневый или рыжий да ну вот зеленая крыша интересно вот интересный сюжет яркий такой вышивается тоже несложно ну вот пару раз присаживалась за него и вот и мой результат буду продолжать вышиваю на еве вот такого пряничного цвета он в принципе она очень похожа на на ту перфорированную бумагу по цвету которая есть наборе здесь три мешочка с бисером сказала что мало бисера но здесь не по многу в самих мешочках да в каждом мешочке не помогу бисера просто очень много цветов за счет вот этой овощной грядки я думаю здесь просто разного цвета нужен был бисер и чтоб удобнее было и вот тут разбирать и различать решили разделить наверно на три пакетика вообще сюжет данный вышивается в две нити по ключу в две нити также как и вот эта рыбка тоже включая вышивается все в две нити то есть поле решили сэкономить последних разработках на нитках что уже не предлагают вышивать на перфорированной бумаге в три нити а в две но в принципе так как я вышиваю на ткани меня все устраивает я в любом случае вышивала бы в две нитки поэтому единственное что наверное может быть ниточек меньше останется хотя в рыбке осталось тоже довольно много вот буду вышивать мне нравится этот сюжет он сейчас мне как раз как бы в тему летняя огородная такая история да и тут же еще какая-то пуговка пуговка вот такой вот есть цветочек или солнышко в данном случае солнышко изображает это пуговка поэтому буду вышивать думаю что будет вышиваться дальше еще интереснее потому что пойдут светло зеленые голубой фон зашьется и уже не будет столько коричневого сюжет будет смотреться интересней но организация у меня у этих двух сюжетов как обычно на органайзер навесила ниточки и вышиваю на пяльцах вот покажу вам еще одну один свой сюжет который я тоже немного вышивала вот прям совсем немного это мой ёжик с клубникой от мережки вот этого красавчика я вышиваю вот такой вот ёжик должен получиться и вот то что у меня есть на данный момент согласна что не очень много не на очень много я продвинулась последнего раза как вам показывала вот немножко по заполняла здесь в листочках общем я сначала вышивала так брала какой-то значок до вышиваю по саге поэтому брала какой-то значок и в общем так вышивала и как-то у меня такой разброс шью-шью-шью-шью по процентам вроде бы неплохо уже где-то 22 процента но результата как такового какой-то вот конкретного не видно ну и вот сейчас немножко поменяла тактику решила как бы вышивать вот в одном месте где-то до закончилась ниточку ниточку конечно до конца дошиваю если где-то там теперь у меня такой костяк скелета сюжета как бы есть на пяльцах да то есть если где-то ниточка остается еще дошиваю в стороне но стараюсь вот все таки как-то компактно вышивать и благодаря этому уже хорошо так заполнились клубнички неплохо заполнил здесь вот эти листочки хотела к сегодняшнему к сегодняшней съемке хотя бы вот все это заполнить вот эту вот часть белый этот цветочек тоже хотела запомнить вот здесь чуть-чуть но не стала торопиться буду вышивать конечно я уже говорила что из-за того что это 16 аида для меня это не самый комфортный вариант вышивания я все-таки больше люблю аккаунт побольше 28 равномерку или 14 аккаунт аиды но менять конечно здесь ничего не стало сюжет и так не маленький 22 сантиметра в диаметре так что оставила как есть но вышиваю успею ли я его вышиваю в рамках проекта тот еще фрукт который проходит на инстаграме вк с викторией вот но даже если не успею ничего страшного в рамках этого проекта я уже вышила гранат от мелхилл поэтому это уже был такой как бы второй сюжет и успею ли до августа вышить или нет не знаю но буду стараться хотя бы раз в неделю его брать чтобы продвигать вот как я уже сказала где-то 22 процента у меня готова и впереди у меня еще полтора месяца буду надеяться что хотя бы половину успею вышить за это время но все это все что касается моих вышивальных процессов конечно были какие-то еще там пару пару раз брала какие-то другие сюжеты в работу но там даже честно говоря показывать больно нечего поэтому когда будет о чем сказать и будет что показать конечно же покажу ну и теперь наверное покупках покупок у меня много и они разно плановые поэтому давайте о покупочках поболтаем я сама люблю об этом это обсуждать об этом говорить и думаю что есть много любителей этой рубрики если нет если кто-то не любит то с вами уже наверное попрощаюсь всего вам хорошего и заглядывайте на огонек надеюсь что через какое-то время будет мне что вам еще показать вот ну а для тех кто любит покупки давайте показываю вам уже вот купила актуальный номер журналов критон пунде круа за июль август 2023 года тематический такой номер и посвящен морю лету в основном такие я бы сказала морские сюжеты или же связанные близкие до к морю листать его сейчас я не буду так покажу вам только те сюжетики которые мне больше всего понравились как из-за которых я его купила вот этот сэмплер от виной вероника жинжи если не ошибаюсь он есть в книге морской то есть это не новая разработка это просто из классики вероник скажем так да неплохой сюжете к мне понравился вот этот вот от сильви тейта на полотенце вышитый сюжет с пикником очень такой ну интересный не знаю мне очень понравился что-то такое мне кажется на какую-то небольшую подушечку можно вышить как-то неплохо украсить и на наволочку бы тоже хорошо горы альпы красота вот и что мне еще понравилось хотела показать вот как-то мне кажется это все вот этот алфавит мне кажется он тоже не новый от парижских вышивальщиц разработки вероника жинжи мне кажется он тоже уже где-то был очень понравилась мне вот эта вот картинка такой ну тоже наверное можно его сэмплером назвать такая такой интересный сюжет мне кажется классно на какой-нибудь сумочки для пляжа бы здорово тоже смотрелся это разработка ауфил де мартин ригат ригады ригады не знаю честно говоря как правильно читается это имя вот так написано кто разработчик мне очень понравилось мне кажется здесь выше то то ли на льне то ли на равномерке точно не на еде и смотрится очень нежно и очень красиво я если посмотреть схему то схема очень простая с очень мало бека практически нету но есть знаете что есть есть узкокрестики наверное или что это нет это байк такой толстый значит нет узко крестиков это просто так бека обозначили очень толстая в общем схема очень крупная немножко сложновато мне кажется будет различать вот здесь на схеме потому что она символьная цвета цветная но не символьная и вот очень много цветов вот здесь в парусе и их очень сложно различить вот но я думаю если сделать копию и для себя при хорошем свете отметить что и где и как каким номером вышивается можно символы самому проставить и тогда будет хорошо но и очень мне понравились вот эти вот примитивные очень сюжетики но шикарный для прикладного оформления во первых быстрый результат вышивки до за один вечер вышел сюжет на вот здесь мне кажется на как это называется как это основа называется флокбаст в общем на такой плотной натурального цвета основе вышита ну или на натуральном линии можно французском вышить таком плотном тоже и 1 раз и можно сшить вот какую-то прикладную или косметичку например с вот таким вот маленьким сюжетиком красиво подобрать ткани и можно подарок классный сделать то есть я говорю сюжеты на тот вышивки на несколько часов а то вот этот маленький так вообще за пару часов наверное можно вышить это чуть подольше ну классное оформление в общем подробно и подробно и обзор на этот журнал я сделаю обязательно возможно вот сейчас закончу снимать это видео и сразу же сделаю и возможно даже он уже будет на канале этот обзор к тому моменту как выйдет рукодельный микс в общем смотрите ссылочку в любом случае под этим видео я оставлю на обзор этого журнала он мне очень понравился что это не всегда могу последнее время сказать журналах крицы он по индукруа но здесь все замечательно хороший очень номер что еще я купила я у нас в городе проходил в прошедшую субботу это был какой восьмое число до проходил блошиный рынок большой он так и назывался до 1 год проходит такой самый большой в регионе блошиный рынок и на этом рынке я купила две вот такие большие овальные рамы 24 на 30 сантиметров деревянные рамы хорошие очень итал арт итал арт этот производитель до рамы наус хольц со стеклом с паспорту тоже есть здесь не знаю пригодится мне она или нет но на всякий случай она здесь есть рамы очень старые очень винтажные я думаю нигде не написан год выпуска но по тому как это сделано и как это выглядит видно что рамы не новые вот две штуки я купила у меня есть сюжеты от дименшинс овальный там садовая дверь или что-то садовый домик дверь в садовый домик где знаете кошка сидит перед дверью вот мне кажется для оформления этого сюжета она хорошо должна подойти еще не смотрела размеры сюжета но я думаю что он сюда поместится и плюс еще один сюжет не нравится от дименшинс я пока еще не купила этот набор на эти такой домик викторианский ли как то он называется тоже есть разработка в овальной формы они вот для меня как парные с садовой этой дверью и буду стараться с в следующем году этот год у меня так получается что год мелхила и в плане покупок и в плане вышивки в основном я вышиваю мелхилл думаю следующий год опять надо будет взяться за дименшинс много сюжетов я накупила и вот пора уже их вышивать и оформлять вот очень довольна этой покупкой я знаю насколько не не дешево обходится овальная рамка если ее заказывать на заказ багетной мастерской сама выработка овальной рамы намного сложнее чем прямоугольной или квадратной вот поэтому я очень рада была этой покупкой тем более что каждую раму я купила за 1 евро вот так что тех кто всегда фыркает и фукает и говорит что ой блошиный рынок кошмар кошмар знаете когда-то можно купить шикарную деревянную раму за 1 евро мне кажется не надо фукать надо просто иногда посещать такие мероприятия это очень очень полезно вот кстати у того же продавца были и прямоугольные хорошие рамы за ту же цену но когда не знаешь под конкретно под какой сюжет рам брать конечно опасно да вот поэтому я в этот раз обошлась только покупка их тех двух овальных все но и осталось мне вам показать они от есть у меня еще кроме наборчиков мелких еще пару покупок которые вам покажу купила отрез ткани была недавно отвозила папу с рихардом в аэропорт во франции ну в базе да он у нас аэропорт трех стран вот и оттуда ехала по франции думаю заеду к я в кору и вот кстати купила там журналы да в такой супермаркет большой во франции кора там я покупаю журналы по пэтчворку ничего в этот раз интересного не увидела то чтобы мне понравилось вот но а там недалеко еще и магазинчик тканей про которые он тоже иногда рассказываю и в этом магазинчике все ткани для пэтчворка бы ну не все но большая часть была в полцены но вот я не стала опять наглеть потому что последнее время очень много ткани покупала и в чехии и на выставках и для вышивки много ткани купила в общем мой лимит на ткани исчерпался поэтому взяла только вот этот отрезок кауфмановской ткани с золотом на черном фоне такого плана у меня всегда проблема с такими тканями да есть у меня несколько но для комбинирования вот эта ткань отлично подойдет есть у меня осенняя серия от кауфман и вот к осенней серии там тоже много рыжих таких оценков золотом я думаю на беечку и для комбинирования отлично подойдет полный полметра или 40 сантиметров тут было в общем купила остаток плюс купила вот такой клей временной фиксации для для того чтобы прикреплять наполнитель к топу изделия к лоскутную к лоскутному топу да то есть есть такой клей и других ферм но я все как-то не собиралась собиралась но не купила да тут увидела у них более-менее нормальная цена думаю чем где-то заказывать платить за пересылку тут уже купила раньше почему-то я у них не видела этого клея у них от этой фирмы есть сейчас разного плана есть и которые на постоянной фиксации есть которые брызгаешь и благодаря утюгу скрепка идет да то есть горячей обработки скрепляются но тут обыкновенной временной фиксации то есть для того чтобы наполнитель к топу присоединить купила попробую пусть будет да как пару раз было у меня такое что вот он бы мне был нужен но его не было решила купить ну и еще купила вот такую такой органайзер уже не первый для того чтобы подбором вышивать наборы мелхел мне нравится вот такая организация вот такой такая коробочка можно ниточки на бобиночках да выбрать нужны плюс сюда же ножнички сюда же мою такую чашечку под бисер до которую я использую для пришивания бисера для сортировки керамическую тоже сюда она отлично входит в общем и сюда же контейнер с бисером нужного нужным бисером тоже я могу сортировать то есть парочку таких уже у меня контейнеров есть и вот прикупила еще мне нравится вот он и по форме небольшой да и по он компактный и при этом все это никак просто в сумке не будет болтаться в каком-то конверте можно пяльца основу все в конвертик и бисер и нитки все тоже вот органайзеры и тоже туда же в конвертик организовывать мне такая организация нравится вот это то что я купила во французском магазине тканей там очень много было скидок но как говорится меня тканей хватает как было бы время из них что-то шить я ну посмотрела конечно папа походила полистала было несколько тканей которые мне действительно понравились но в общем решила обождать решила шить из того что есть пока вот ну и давайте покажу вам свои покупки опять у меня было две посылочки с 1 2 3 стич как я уже вам сейчас только говорила что у меня сейчас год мил хилл не запланировано так получилось но вот я сейчас активно покупаю наборчики у меня был такой год 2020 мне кажется когда я активно покупала все наборы dimensions которые мне нравились вот был год когда я все свои ну как бы расходы да пусть на на рукодель опустила как раз на закупку наборов dimensions я сейчас могу с уверенностью сказать что 90 процентов тех наборов которые мне нравились которые хотела иметь я уже имею они у меня есть запасах и уже такого ажиотажа по поводу у меня нет по поводу наборов dimensions потому что все что я хотела я купила то же самое я думаю сейчас будет и смел хиллом я покупаю то что есть возможность когда купить какие-то наборы из тех которые мне нравятся я это делаю да и тем более по нормальной цене на 1 2 3 стич например вот здесь вы видите в этой закупки три набора которых не было в наличии на которые я ждала рассылку при появлении вот когда пришла мне пришли уведомления что эти наборы появились я их успела купить да они тут же практически опять исчезли из продажи но вот именно эти наборчики я рада что они теперь у меня есть и еще подобных наборов которых нет сейчас наличие которых я жду тоже еще немало у меня в листе желания да вот такой наборчик тоже очень винтажная разработка старая видно по по тому как оформлена даже превью на новых наборах превью выглядят по-другому тут все написано вот размеры сразу да вот на старых то есть что отличает старые разработки да и перевыпуски то что у них вот оформление немножечко другое размер вышитой работы пишут вот здесь на уголочке и сама схема немножечко другая расположение в схеме немножко другое таблица с материалами тоже немножко по-другому расположена ну вот я хотела вот эту вот вот эту разработку с тыковками с заборчиком с воронами ну или кто это грачи может быть с темными птицами на такая осенняя серия pumpkin pitch называется и я его купила здесь не такая уж большая зашивка но очень много бисера посмотрите сколько бисера ниточки какие красивые такие осенние оттенки прям шикарные ну естественно я скорее всего буду вышивать ее на ткани потому что очень маленькая зашивка идет и на перфорированной бумаги как по мне выглядит пустовато вот следующий сюжет который я тоже ждала и который мне посчастливилось купить это вот такой вот country fair это какой-то такая не знаю country деревенская какая-то история какой-то приз за первое место в чем не знаю ну может быть лучшая ферма да получила наверное или лучшая хозяйка фермы получила потому что какой-то приз потому что смотрите из чудесный пирог у нее тут яблочный скорее всего или какой-то ягодный спечен аж пар с него идет такой семплерный тип да плюс она замечательная наверное мастер пейчворка вот у нее какая-то в стиле пейчворк то ли салфетка то ли что-то здесь тоже присутствует плюс она замечательное варенье варит баночки с вареньем с джемом здесь плюс цветы красивые ну и плюс вот здесь вот такой поросенок наверное еще и успевает таким хозяйством заниматься не знаю как сказать мясными животными домашними в общем очень нравится мне этот сэмплер ротик ну вот я когда увидела есть много такого типа разработок у мелхил есть там какие-то барбекю сэмплер да там есть отдых с палатками что-то там тоже такой отпуск отпускной какой-то есть какие-то ковбойская какая-то история бейсбольная история да ну вот мне вот вот потому что вот что-то такое я и варенье сейчас недавно варила и пироги я пеку может не совсем такие не закрытые яблочные но яблочные пироги тоже пеку и пейчворк это мое родное ну поросята не совсем моя история но ничего страшного красивый парасик еще никому на ни на каком сюжете не помешал хотя вот пуговка конечно я бы сказала так себе так себе ну пойдет в принципе можно здесь и барашка например пришли да мне кажется барашек тут тоже посмотрелся бы замечательно и или кролик какой-нибудь у меня кстати есть керамическая пуговка кролик можно свинку заменить на кролика тоже будет чудесно вот кстати какие красивые тут тоже ниточки очень много бисера разноцветного такого тут и какой-то вот сиреневый какой-то вот темно-зелененький и красный есть и оранжевый так веселенький будет сюжет мне кажется ну полная зашивка здесь идет на перфорированной бумаге коричневого цвета но тоже можно будет хотя когда полная зашивка можно попробовать когда-то и вышит на перфорированной бумаге я еще не пробовала следующий сюжет тоже из квартета визит санта клауса прошлый раз покупках я вам показывала сюжет из этой серии вот этот сюжет где ребенок спит у окна и за окном зима ребенок укрыт полотен ой одеялком таким тоже лоскутным игрушки тоже мишка там у него сидит на на подоконнике в общем из этой же истории из этого же квартета вот такая вот каминная идиллия ждут рождества в этом доме да елка наряженная удобное кресло собачка спит у камин нагреется дрова вот здесь вот в такой в такой корзинке специальной на камине тоже уже украшено все над камином висит гирлянда висят на камине сапожки видно что четыре члена семьи до в этом доме живут четверо четыре человека каждый повесил свой носочек один маленький детский совсем и три побольше тут какой-то я не знаю то ли щелкунчик то ли какой-то человечек тоже деревянный украшения свечи горят и на елке горят свечи то есть интересная такая история возможно вот здесь стоит стакан молока и тарелочка с печеньками очень мелко но думаю что раз белый стакан наверное стакан с молоком приготовили для санты но это такая американская чистая история но камин мне нравится и я решила собрать весь этот квартет все четыре сюжета и оставшиеся два тоже уже ко мне должны будут в скором времени прийти я их уже тоже купила заказала еще один сюжет которого я который я давно уже хотела купить была бы возможность я бы его купила одним из первых у милхилл это домик который мне очень-очень всегда нравился и когда девочки показывают отшив этого сюжета и на перфорированной бумаге и на льне я видела отшив в любом виде этот сюжет мне очень-очень нравится зума коттедж называется весенняя серия но летний коттедж тут ну такой вот загородный дом скажем да уютный не какой-то огромный трехэтажный а такой маленький уютный домик с садом с клумбой с огородиком там за забором скорее всего есть и огород и грядочки очень уютный такой венок висит весенний возможно даже пасхальный какой-то хотя зумар коттедж летний коттедж но не знаю и вот на большом таком шесте перед домом на клумбочке стоит скворечник скворечник это пуговка вот такая вот не очень симпатичная бы сказала вот это вот звездочка которая должна быть на скворечнике как я понимаю она такая размазюканная но ничего страшного лучше чем ничего до бисер тоже такой красивый весенних таких оттенков светлых пастельных кроме серого но и ниточки больше конечно светлых вышиваются на коричневой перфорированной бумаге но я думаю что если этот коттедж вышить на каком-то голубом фоне тоже будет очень красиво вот эти вот облака белые белые же наверное это ну в общем можно подобрать какую-то основу хорошую и вышить этот сюжет ну и из еще одной трилогии вот такую ведьмочку я купила я не очень ну как бы тема хеллоуина не то чтобы мне прям очень близка но вот эти три ведьма из этого из этой серии да из этой трилогии они мне нравятся они просто прикольные не какой-то такой страшный хеллоуин да там с какими-то чертями скелетами не такие прикольные ведьма и вот одна из них миринда миранда варит что-то тут какое-то свое зелье паучок у нее такой веселенький зелененький тут какая-то звездочка на шляпе вообще я хотела у меня есть на эти сюжеты перенаборы на все три и я хотела сначала вышивать их подбором а потом подумала если есть возможность купить почему нет куплю наборчик пусть будет сюжеты которые подбором вышивать есть которые у меня в хатюшках которые уже невозможно купить да их буду вышивать подбором а раз есть возможность какие-то сюжеты купить буду покупать что касается именно этой посылки да я всегда вам говорила что я не плачу никакие таможенные сборы в этот раз мне пришлось заплатить таможенные сборы специально вот оставила вам квитанцию в общем как я понимаю просто методом тыка иногда на таможне проверяют посылку эту посылку вскрыли прямо вот видно как порвали пакет и сам конверт пришел тоже вскрытый видно было что его вскрывали ну то есть просто таким как у нас называется в германии штих проба да методом тыка выбирают какую-то посылку наверное и проверяют и вот в данном случае скажем первый раз за все время мне не так чтобы не очень повезло но неважно не такие уж большие деньги я заплатила даже с учетом на вот тех 7 7 22 которые я заплатила за эту посылку все равно цены которые я плачу на 1 2 3 стич за эти набора они ни в какое сравнение не идут с теми ценами за которые я могу здесь купить эти наборы вот недавно смотрела есть пару наборов которых нет на 1 2 3 стич но их можно купить через amazon и они стоят вот реально на 10 12 евро дороже можно сказать в два раза если здесь набор вот я покупаю от 12 до 14 90 за набор то на те наборы стоят 26 24 32 даже я видела один наборчик который мне очень нравится очень я его хочу но скажите перебор за 32 евро это перебор за любой набор ну в общем вот за одну посылочку я за все время вот ну я не знаю сколько наверное я выписываю с 1 2 3 стич это наверное уже может быть восьмая или девятая посылка мне пришла и второй раз я только заплатила налог примерно в то же время получила я еще одну посылочку с 1 2 3 стич но в данном случае я ничего не платила обошлось обошлось повезло да вот такие два наборчика это новинки 23 года чтоб вам не соврать да они только-только вышли в продажу из одной серии это я так понимаю да да из одной серии осенней серии это кантри линия считается а здесь почему-то не написано кантри линия хотя вполне та же самая история наборчик с коровкой шпот написано очень красивый наборчик новая разработка вот на фоне такой красный сарайчик или ферма да такая же ферма есть и на втором наборе более в приближенном виде здесь такая цветочная полянка на которой вышла попастись коровка ест цветочки и наверное дает пахучее вкусное молоко здесь пуговка уже не керамическая как я понимаю и она уже видите не на бумажке прикреплена а просто между бисером вложенная это такая ну из какой-то массы наверное пластика керамика какая-то сделан вот такой цветочек но он красивый он красивый симпатичный и вот тут он пришит на сюжете на превью и мне кажется смотрится довольно симпатично яркая такая картинка но я купила конечно же они только вышли в продажу они еще будут долго в продаже я думаю но вот я все равно купила хочется мне их вышить возможно ближе к осени или осенью вот такая история продолжения трех черных котов из этой серии есть и старые разработки уже в таком винтажном стиле я одну из них купила покажу вам в следующий раз где-то она мне идет это посылочка уже с тремя котятами помните где коты на тележке с тыквами да есть коты в сарайчике в каком-то тоже с тыковками там вот именно эти три черных котенка ну а вот сейчас из новой новая разработка идет котики на тракторе тоже тыковки тоже трактора и вот здесь вот рядом возле трактора сидит какой-то рыжий кот наверное я уже смотрела на саму пуговку она какая-то такая смешная тоже такая же пластика керамика или же это возможно это собака вот я не знаю видно ли вам фокусируется ли у вас ну-ка подождите вот так надеюсь фокусируется возможно это не кот возможно это собака ну острые ушки и вот если учитывать что нос вот здесь то возможно это собачка овчарка какая-нибудь может быть маленькая но в любом случае какое-то животное вот и здесь так интересно поля там вот уже такие деревья с золотыми листиками возможно поспел урожай сбой котики помогают сбору тыков я так понимаю здесь на на поле собирают тыквы вместе с хозяином фермы интересная история интересная разработка мне нравится очень яркие такие ниточки все чудесно не только же винтажные наборы искать иногда хочется что-то и современное повышевать из винтажных наборчиков который тоже я давно хотела купить но его не было в продаже но потом пришла рассылка что появился на какую-то секунду и я успела ухватить вот такого петушка с такой большой пуговкой набор пуговка пришивается вот сюда ну на картинке она более такая яркая здесь она более такая светлая ну неважно вот такой петушок здесь такая вот наподобие как я вам сегодня подушечку с кроликом показала я думаю того же времени разработка вот такая рамочка похожая очень вот здесь с гладевыми стежочками с какими-то интересными манерой пришивания бисера тут интересно на лапках какие-то стежочки идут ну в общем выглядит возможно так тоже пустоватенько но мне кажется интересно будет вышивать быстро но интересно вот вот такие ниточки тоже приглушенные такие неяркие цвета яркие но не вырвиглазные да такой вот все равно какой-то припулино-приглушенные оттенки вот возможно тоже сделаю какую-то подушечку мне кажется вот сюжеты этого плана можно все оформить примерно одинаково и будет такой наборчик ну и последний сюжет из этой посылки это вот такой котик сапфир его зовут это джим шор по фигурке джим шор сделанный наборчик от милхилл и здесь красивая кошечка из трилогии есть такое трио красная кошка скарлетт петунья такая сиреневая и вот такой голубенький котик сапфир и в продаже был только этот я бы купила всех трех петунья еще есть в каталоге то есть есть надежда что она появится вот эта сиреневая котенок появится еще в продаже возможно буду надеяться буду следить а вот красная даже нет в каталоге 1 2 3 стичь возможно и она больше не появится но мне кажется у меня где-то есть захомяченная схемка в крайнем случае ее вышью подбором если вдруг у кого-то девчонки есть сага на этих котиков я буду очень радовать буду очень благодарна если вы мне подкинете да я бы хотела очень вышить всю эту трилогию вот ну и еще в дополнение к наборчикам я купила две пуговки ой что я их не открывала еще что ли не могу открыть вот такого покажу вам через фольгу вот такого зайца я кролика пасхального наверное он такой на задних лапках стоит и вот такого вот кокер спаниеля да или как они называются скотч 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 вот такого я скотчика еще белого купила он такой же как вот у меня на вот этом наборе да я подумала что может быть мне попадется более лучше прокрашенный но не тут то было они примерно одинаковые но ничего я думаю какой то сюжет я планировала вышивать подбором который уже нет в продаже и возможно вот он поэтому купила эту пуговку возможно он не пригодится все на этом буду заканчивать вроде бы все покупочки вам тоже показала все чем занималась тоже показала и рассказала снимаю постепенно свои влоговые какие-то кусочки возможно в скором времени все это смонтирую и покажу вам свой июльский влог ну через неделю возможно когда наберется уже достаточное количество материала где будут и поездки и какие-то кадры будут и из цюриха где мы были пару кадров с соберушки с корпоратива рабочего да мы в интересном месте тоже праздновали корпоратив в общем все это потом соберу и вам покажу а пока с вами попрощаюсь заглядывайте на канал не забудьте что посмотреть обзор на журнал Креацион Пойнде Круа который я сейчас тоже сниму пусть все у вас получается на все хватает времени и главное не болейте потому что даже летом я знаю ходит этот противный летний грипп который который опасен особенно для пожилых людей берегите себя все берегите своих родителей берегите своих деток ну и себя конечно же тоже берегите обнимаю вас всех всем пока заглядывайте на огонек так так здесь берегите берегите пишите